Ну что ж, наше интервью подходит к концу. Напомню, что сегодня у меня в гостях были Вика и Вадим Сыговновы. Большое им спасибо говорить не буду. Юр, 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 не благодари, просто покайся. Да, да, он правильно говорит, Юр, покайся, только не с таким стерильным лицом, понял, да? И если вам интересно, только что редакторы скинули мне детальную статистику нашего интервью. А за три с половиной часа беседы 328 раз прозвучала фраза Вики, вот те крест. Вадим 79 раз сказал фразу, Юр, Юр, подожди, Юр, ты не прав. Какая-то ересь про триединую святую Русь звучала аж 92 раза. Фраза Вика, подожди, дай я скажу 47 раз и надо покаяться ровно 100 раз. Не обязательно 100 раз, Юр, достаточно и одного раза, но обязательно надо покаяться. А, извините, уже 101 раз прозвучала эта фраза. И прежде чем попрощаться с нашими гостями, я все-таки попробую еще раз задать вам вопрос, на который вы пять раз так и не ответили. Юр, Юр, ну зачем ты лукавишь? Ну это ж клевета. Мне вот кажется, мы с Викой на все твои вопросы не ответили. Правда, Вика? Вот тебе крест. И все-таки я снова задам вам этот вопрос. Президент России. Пешка? Юр, ну опять 26. Президент России Путин. Окей, Путин. Пешка? Путин Владимир Владимирович. Хорошо, Путин Владимир Владимирович. Пешка? Юр, ну опять ты вешаешь. Яныки вешаешь, да? Путина не выбирают, с него ржут и угорают. Ой, с ним живут и умирают. Вот тебе крест. Вы не ответили, Путин пешка, да или нет. Юр, ну смотри. Путин, скажем так, он не может быть пешкой. Потому что пешек на шахматной доске 8, а Путиных у нас всего 4, понимаешь? Тогда кто он? Я думаю... И думаю, Вика меня в этом поддержит. Поддерживаю, он думает. Спасибо, дорогая. Так вот, я думаю, точнее я не уверен, вернее уверен, но это не точно, я так думаю. Хотя я с собой и не согласен, на всякий случай. Так вот, если говорить про шахматы, то Путин в этой игре, он доска. В том смысле, что все фигуры по нему топчутся? А, каюсь, неудачно сравнил. Путин, нет, он, конечно же, король, да. А может, все-таки конь? Нет, Юр, ну что ты, нет, конь это лавров, да, конь это лавров. А Путин, он все-таки король. Но король это самая слабая фигура. Это если рядом с ним нет сильной королевы, да, Вадим? Да, моя королева. Вот тебе крест. Вик, Вик, ну сейчас было вообще не к месту, ну не обязательно же после каждой фразы говорить, вот тебе крест. Да, извини, больше так не буду, вот тебе крест. Да, а по поводу, Юр, твоих слов, что король слабая фигура, я не знаю, откуда у тебя такая информация. Вот правда, каюсь, не знаю, но уверен, что король такой слабый, потому что он не покаялся. И знаешь, надо жить не по законам, а по совести, как обычно люди говорят. Какие люди? Ну, которые живут не по закону. А таких людей среди наших с Викой знакомых, все. И все они прекрасно знают, где-то согрешил, надо покаяться. Чем-то подавился, надо прокашляться. Обгорел в Дубае на солнце, надо помазаться. Вот, правильно. Потом это, выпил лишнего, а тебе завтра на сцене выступать, вот как Вике, например. Надо прокапаться. Я прокапалась утром. Умничка, моя хорошая. Опять же, купил себе новый загородный дом, надо похвастаться. И тут же покаяться. Переел на ночь глядя, чувствуешь дискомфорт в животе. Надо... Я понял, можете не продолжать. Я вот поймал себя на мысли, что по ходу интервью практически на все вопросы отвечали только вы, Вадим. Хотя мне было интереснее услышать и понять, что думает Вика. Точнее, услышать и понять, думает ли она вообще в принципе. Да, пожалуйста, Вика, если хочешь, можешь ответить ты, но лучше отвечу я. Понимаешь, Юр, дело в том, что Вика очень эмоциональна. Она вот эта структурированность ее разговора, она совершенно женская. И мне показалось, потому что, зная, как ты выборочно и четко работаешь со словами, с вопросами, да, было бы интересней, если бы я, наверное, ответил по-своему, чтобы дополнить... Послушайте, а можно как-то коротко ответить? Юр, можно. Я здесь для того, чтобы Вика не несла всякую пургу. А она может. Правда, Вика? Вот тебе крест. О, вот сейчас было уместно. Да, так вот, выражаясь словами нашего большого друга Схиегумена Сергия, я должен просто фильтровать ее базар, понимаешь? То есть, вы считаете, что общаясь со мной один на один, она могла бы просто поплыть во время интервью? Не, Юр, вот тут ты не прав. Начнем с того, что Вика вообще не умеет плавать. Вот тебе крест. Хотя, если под водой очень быстро будет креститься, какое-то время на плаву она, конечно, продержаться сможет. Но суть не в этом, Юр. Мы же не о том. Ты спросил, почему мы пришли вдвоем? Я тебе отвечу. Мы, честно говоря, искренне надеялись, что ты не придешь. Да, и мы тут вдвоем у тебя, без тебя, запишем свое интервью про себя для себя без Дудя. И ты знаешь, Юр, нужно отдать тебе должное. Ты молодец, что не пришел. Правда, молодец. Простите, в каком смысле не пришел? А кто, по-вашему, тут беседовал с вами все это время? Ну, явно же не настоящий Дудь. Ну, согласись. Юр, ты просто похожий на Дудя сгенерированный нейросетью образ. Чего? Ох, смотри, Вика, погляди, он даже удивляется, как нейросеть. До чего техника дошла. Это вы что, сейчас на полном серьезе? Да, Юр, да. Я это сразу поняла, как только ты начал задавать эти свои тупые, сгенерированные нейросетью вопросы. Вик, Вик, ну прекрати. Ну, перед кем ты мечешь бисер? Это же нейросеть. Ей в одно нейроухо влетело, в другое вылетело. Посидим, подождем настоящего Дудя. Уверен, с ним интервью будет гораздо интереснее. Правильно, ждать будем Дудя. Дудя будем ждать.